друзья всем привет всем всем моим подписчикам канала всем не подписчикам канала всем ребятам кто меня хочет посмотреть либо уже смотрел сегодня вам расскажу о том что у меня впереди сегодня у меня так называемые покатушки на ластушки на нашей ладе вести есть за город проедем посмотрим как машинка ведет себя на дороге опять же сегодня со мной будет точнее составлять не компании будет одна прекрасная девушка у которой мы тоже просим мнение как я чувствуется в автомобиле как она себя ощущает мне это будет очень интересно я думаю вам совсем непредвзятое мнение как себя чувствует девушка в автомобиле лада веста св плюс еще в чем я думаю она поделится своими впечатлениями об автомобиле посмотрим что и понравилось что и не понравилось автомобиле но и заодно решим подходит ли лада веста св девушки потому что все как-то об этом умалчают не говорят на самом деле мужчинам ясно подходит а вот девушка мне подходит мы узнаем у нашей прекрасной девушки воли девушки воли она сегодня мне составит компанию прокатиться со мной в автомобиле заодно и поделиться своими впечатлениями и так продолжаем поездочку будьте на связи ребят и так сейчас мы заберем полю и проведет она со мной пару интересных часов узнаем мнение нашей воли как ей вообще понравится нашу автомобиле ребят еще раз повторюсь немножко сосредоточим потому что плюс еще дорога у нас смотрим что да как а вот и наша воля здравствуйте ну что недолго ждала не занялась какая-то я понял оля ты в эфире поэтому да 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 время прости еду думаю чему мне посвятить видео сегодня шла много интересная идея да думаю все на моем канале основно все смотрят на мальчики меня а девочки вообще не используют потому что тема такая не очень женственная автомобили автомобили так вот думаю оля сегодня будет со мной иначе спросим мнение у Оли как ее вообще сидится в автомобиле как она себя там ощущает поэтому ребята скоро все впереди расскажем покажем пока-пока ребят ну что мы продолжаем наше видео с вами и так оля вот у меня машина оля вот у меня в машине находится машина лада вес тсв как я вам рассказывал все знаете да ребят вот давайте спросим у нее если вот допустим закрыть глаза завязать посадить машину и двинуться вперед ты бы почувствовал что ты села в ладу что я посела в шагунику да вряд ли я бы смогла так определить потому что нету какой-то там разницы с каким-то дорогим автомобилем ну вот например мы едем да и шум ветра все-таки ощущается да ну потому что спец рассчитываю то есть продуваемость какая-то есть шумоизоляция конечно не на высшем уровне ну да наверное как брендовых там автомобилей но за свои деньги и все-таки неплохо более-менее тихо машине ну считаю что правда ветер конечно сильный как твое ощущение допустим машина вот ты сидишь да сиденья не жесткая не мягкая я длинноногая ноги у меня вместились просто идеально спинка у меня болит иногда сейчас я комфортно сижу а вот если например по ощущениям вот возьмись за ручки да допустим машина как они жесткие же да жесткий пластик то есть на тебя это не напрягает я просто я не буду плохо жестче просто многие в роликах допустим я сейчас смотрю да ругают что хреновый пластик у них такие жесткие ну так зачем держаться за ручкой это только если ты будешь быстро ехать мы едем достаточно комфортно нету нужды хвататься крейсерскую скорость да 100 110 км в час в принципе неудобно сидит да хорошо хорошо а вот если бы например была бы такая ситуация ты у нас решила идти покупать автомобиль я бы вообще в принципе рассматривал потом что покупки как девушка вот знаете вообще симпатично ну я же тебе и рассказывала что не ну это ты мне отдельно рассказывала внешний вид автомобиля расскажи ребятам нашим которые смотрят канал как бы они что не знают что ты мне рассказывала внешний вид автомобиля немало значим для барышни и цвет и все остальное вот тут хитренькие лисичьи глазки и такая бомба приятненькая то есть тебе нравится в принципе передняя я переведу ребят это передняя и внешняя часть автомобиля передняя и задняя часть автомобиля то есть Оль не понравился понравился да еще этот загадочный x везде x хромосома x ну да это тоже мне кажется как бы одна из таких интересных моментов в дизайне конечно x как бы выделяет на дороге эту машину то есть расскажи кстати ты мне рассказывала что после того как будем честными тоже едешь у меня уже второй раз в машине то есть впечатления какие то ты собрала уже более интересное то есть ты стала эту машину замечать как и как то вот прямо на мне везде сторон на глаза попадаться только иду и про себя отмечаю вот серенькая вот эта красненькая вот такая как у Захара спасибо ну а на самом деле вот допустим пришла ты в автосалон да и тебе говорят допустим вот у нас машина да по ощущениям по твоим ощущениям тебе было бы ну как тебе объяснить ну по кайфу едет на нет то есть ну ой я там еду на жигуля да жигули прям это просто прикол так ты едешь просто на хорошем хорошем авто это в первую очередь а жигули это или ну конечно если это жигули копеечка то мы бы ощутили разницу так очень комфортно то есть по ощущениям едешь как достаточно неплохой иномарке да она и есть неплохая иномарка для меня понятно но мы чуть дальше потом проедем у нас будет возможность мы остановимся оля потестить машину и на заднем сиденье я думаю проверим ее как она понравится не понравится и там посигналить да конечно так что ребят до связи продолжаем движение итак друзья продолжил с вами съемку вот у нас есть возможность как раз таки остановиться посмотреть машинку говорится снаружи и попробовать воле взять такое мини интервью по нашему автомобилю и так я на на кадр больше но любом направлять чтобы она будет у нас больше в кадре а не моя большая лица так ой смотри ну одно из претензий как бы в ю тубе да это было и были какие моменты удобно ли вообще посадка в автомобиль ладу веста сзади то есть вообще удобно или нет попробуй сделать эти моменты как бы да для себя ты пришла купила машину тебе удобно в нее садится много лет совершает действий все принцесса села так смотри запас у нас в принципе еще достаточно большой теория рост какой метр семьдесят пять метр семьдесят пять и тебя еще запас прилично с сантиметров здесь будет десять-пятнадцать даже сантиметров у тебя дано можно отлично так смотри как тебе сидеть удобно как бы спинка но голова тебе не вы по высоте как не достаешь до потолка до потолка не некоторых моделях то есть ближайший конкурентов лады весты как раз таки но люди могут доставать до потолка рекламы не делать не будет я еще могу ехать до какой нибудь а ты можешь даже кимарнуть в таком положении круто круто отлично а вот например смотри там реально если вот говорят три человека если сядет в ладу весту там будет им нормально сидеть сейчас мы посмотрим вот тут вот тут мое тело закончилось я посерединке не люблю сидеть но ну тут похудей когда я была 60 килограмм ну здесь мы оставим место для пупсика для пупсика то есть в принципе такая же девушка как ты свободно там поразместиться да если мы будем без верхней одежды без шубы безвестные одежды мне кажется ты правильно ну если так рассуждать да действительно багажник у нас багажник говорю салон у нас задние очень даже просторный большой так что ребята миф развенчан ладе вести сидеть просто обалденно смотри оля был еще такой миф вот у лады вести да вот у многих ребят что например очень сильно болтается зеркала как ты считаешь потрогали реально реально они болтаются но попробуй так чуть-чуть может приложить силы немножко нет я разрешаю нет не болтаются просто говорят что там как собачьи уши болтаются не знаю где они везли таких собак то есть но в принципе не очень да вполне очень надежно и крепко я должна его отломать чтобы оно заболталось не но я просто о мифах миф мифы такие развенчиваем что говорят что а еще очень интересный миф то вот прям очень очень бомбически страшный миф пойдем присядешь сразу за дно за водительское сидение есть такой момент как бы вот удобно девушки будет этим заниматься настраивать впереди либо нет сейчас я расскажу присаживайся смотри вот момент заметьте ребят тут оля присаживалась она как раз таки достает свои обуви по порогу поэтому однозначно вот ребята которые клеят туда какие-то наклейки анти повреждающие да которые чтобы не царапали порог то есть но все таки стоит клеить либо же бронепленку либо какие-то стальные наклейки ребят это все нужно делать точно это правда надо делать то есть это действительно человек цепляет при посадке то есть почему как бы но я раз но об этом рассказываю когда ты сам это все делаешь ты немножко приукрашивая эти моменты то есть можешь там ногу как-то по-другому подогнуть чтобы этого не сделать not воля делает наверно так как все делает первый раз вот у нее краска момент произошел дальше момент у нас сейчас оля закрывает двери сейчас еще один момент развенчаем миф а может быть и подтвердим попробуй пожалуйста дотянуться дотянуться до открыл кнопок опускание зеркал тебе удобно это сделать попробуй дотянуться до кнопок опускание зеркал до задних ты дать а до передних а до регулировки зеркала дотянешься все все у меня прекрасно меня длинные ну да руки тебя просто деды поэтому тебя все хорошо у многих ребят как раз таки была проблема то что они дотягивается только до первых задних да не надо коротышек садить за руль но есть такой момент как бы вот принципе ты согласна что все-таки неудобно если кого так более стандартные руки так хорошо миф принципе подтвердился ребята действительно кнопки и стоят не очень удобно для человека который первый раз как говорится садится в автомобиль по ощущениям рулевое колесо как тебе она скользит не скользит потому что говорят что очень скользкий руль все наоборот как бы не совсем чтобы он был шершавый ну не такой уж скользкий чтобы скользить то есть принципе без оплетки есть можно можно но если вы желаете приобрести то будет неплохо ну то есть покупка будет принципе не обоснованно для кого-то да ну если у кого-то мозоли то вполне задержится и об этом хорошо этот миг мы ребята развенчали с вами хорошо как тебе принципе удобно вообще с этим подлокотником попробую руку даже не обсуждается это просто что-то что-то очень нужно а без него а без него тебе было бы удобно я думаю что он необходим необходим а вот попробую допустим взяться за ручник да ну вот здесь уже подлом идет да вот то есть но вот этот миф как раз такие в интернете гуляют что как бы подлокотник все-таки мешает немножко может быть ему надо приловчиться то есть да есть эти моменты хорошо хорошо как тебе допустим сзади обзор если ты зеркало смотришь заднего вида все прекрасно если там будут ссориться какая-нибудь пара то есть там какой-нибудь симпатичный то есть в принципе обзоры никакого нету чтоб ты чего не но если уж не салон смотреть конечно все видишь да я знаю хорошо ли вставай пойдем еще один миф развенчаем с тобой а да есть еще такой миф в интернете что для девушки принципе не всегда удобно будет закрыть багажник ну то есть он поднимается достаточно на высокую как говорится позицию да то есть но сейчас мы продемонстрируем этот момент то есть открываем багажник с вами ребят оль спустись пожалуйста на землю на землю да на асфальт то есть но с твоим ростом конечно тебе проблемы здесь никакой не составит но если полторашечку будет метр пятьдесят то будет тяжеловато да то есть по высоте прицепите удобно и под праву под левую руку было бы закрыть то есть вот если ты возьмешься допустим за ручку сюда положим нормально а даже за две нормально я понял ну то есть принципе для тебя это не проблема просто некоторые говорят что как бы высоко подскакивает и вот сложно за нее опустить я понял ну что ребят принципе вот такой вот у нас было мини обзор оля нам помогла его провести я специально хотел чтобы человек как бы с машиной был очень мало знаком то есть вот я как раз таки услышал эти моменты на которые в принципе и рассчитывал услышать что ребят я думаю следующее видео будет тоже интересно не забывайте подписываться всем пока пока до скорых встреч